Добрый день! Обещанная пара советов про то, как сделать клайды у себя дома, как научиться их делать, и при этом ни разу не пораниться и не получить ни одной травмы. Первое и очень важное. Вам нужно подготовить свои ноги и подарить им хорошую спортивную форму. Лучше всего это сделать вот таким нехитрым упражнением. Приседания, но с одним секретом. Вам нужно заканчать с вот с собой икроножные передние поверхности бедра и задние поверхности бедра. Вся эта группа мышц работает, если вы встаете на мыски, но встаете так, чтобы ваша пятка была очень-очень высоко. По сути, вы добиваетесь упора, по сути, вы добиваетесь прямой линии в колени и подъем. Не правильный вариант, правильный вариант. Прежде всего, вы заканчиваете ноги пиками, чтобы они вас держали на мысках с очень высокой глядой. После этого вы приседаете. Делаете таких приседаний несколько штук. Таким упражнением вы заканчиваете себе ноги. Следующее. Вы отрабатываете два баланса. Здесь обращайте внимание на то, чтобы силы вашей ноги уже хватало, и у вас плюс к этому нарабатывался контроль. Контроль на то, чтобы держать баланс легко, вот в таком положении. Вес на левой ноге, бедра параллельно к другу, колени вместе. Неправильный вариант. Колени разбежались. Правильный вариант. Колени вместе. Это баланс номер один. Например, будем называть его передний баланс и задний баланс. Здесь для красивой формы вам нужны параллельные нога и голики. Пятка по-прежнему очень высоко. Прокачав эти два баланса, вы отрабатываете следующий технический прием. Я его называю тягой. Вы легко можете подчеркнуть это, если зацепитесь за пол ногой. И попробуйте ледный ногой задний выталкивать полосы под себя вперед. Появится сила противодействия вашему усилию вперед, которая будет тащить вас назад. Что и происходит. А все это нужно сделать с учетом двух технических моментов, которые мы тренировали раньше. Высокая пятка и чистый баланс. По сути, вы нарабатываете вот эту тягу между передним балансом и задним балансом. Дальше идет перенос веса. Вы, по сути, просто переходите с одной ноги на другую. С передней на заднюю. Ориентируйтесь по тазу, который над мышком. Передняя нога перелетает на высок задней ноги. Два момента. Передняя нога у нас просто опускается и скользит назад. Задняя нога поднимается. Плюс к этому нам еще нужно время, чтобы мышцы схватились и сделали усилие по выталкиванию пола вперед. Два шага. Здесь один шаг. Поэтому заднюю ногу мы начинаем пораньше. Когда мы закончили первый шаг, мы начинаем движение не отсюда, с передней ноги, а с задней ноги, чтобы успеть упереться в тот момент, когда передняя ляжет пятки на пол, и мы сразу начнем утащить. Вот один шаг. И собираем два шага вместе. Оттолкнулись, и нос вес. Все это накапливаем в одно бюджет. То же самое нам, когда вы расходите, вы можете использовать его, выталкивая пол в сторону, выталкивая пол в другой ногой в сторону, соединяя все, например, в боковой гладь. Вы можете перемещаться таким же образом, с разными формами. Собственно, гладь – это техника, которую вы свободно можете трансформировать в любые стороны, замедлять, ускорять, создавать какие-то литератические конструкции в вашей гладице. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.